Итак, я сейчас практически где граница с Бразилией Мергара, точнее это какой-то поселок Мне очень повезло, что Точнее сначала мне не повезло То есть когда меня этот позитивный чувак первый подвез где-то наверное километров 10 20 это так потом недалеко от Миноса Минос большой город и смотрю едет девятка наша русская Лада здесь не встречаются, очень старые, разбитые вот я думаю, вот прикольно если меня сейчас на автостопе здесь подвезет эта девятка вот и она остановилась и он повез, естественно основная проблема местного автостопа что я не знаю испанский ни хрена не понимаю, куда он едет он говорит, говорит я говорю, ты прямо везешь везу сегодня вопрос и он в самый центр этого Миноса привез там невозможно машину поймать вот и топать километров 8 ну совершенно не было возможности и плюс еще деньги денег деньги я все потратил осознанно думаю, что они мне не понадобятся вот и просто на заправке где он меня высадил я просто пошел к дальнобою начал с ним договариваться то есть в принципе за все время автостопа я так никогда не делал у меня принцип такой что я на дороге стою и тот кому комфортно то есть не напрашиваться принцип такой скажем так вот но здесь была ситуация я хотел бы попросить просто меня за город вывезти потому что идти пешком нереально и самое сложное конечно вот незнание испанского вот он что-то говорит что-то говорит и ты только что ты можешь когда ты не понимаешь человека ты можешь либо сказать да 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 я согласен вот либо нет вот ну вроде я ему объяснил что мне рута очи восьмая трасса вот он мне кое-как объяснил что он пообедает и вернется вот но я где-то минут пятьдесят прождал потом начал идти потихоньку на выход но он все-таки действительно вернулся взял меня на борт и мы проехали почти наверное где-то по триста километров очень классный чувак Карлос вот сейчас уже темнеет такой вот городок небольшое село поселковый такой городок даже не видно наверное на камере машин почти нет вообще практически нет машин легковушки просто не останавливаются им вообще по барабану я думаю это прежде всего из-за боязни то есть сами местные говорят что они боятся автостопа вот да практически все показывают что да мне вот сюда мне вот сюда вот это возможно действительно так потому что не особо они путешественники здесь в Латинской Америке вот так что велика вероятность что я сегодня заночу в палатке я вполне даже рад этому вот в принципе здесь погода не холоднее чем в Новой Зеландии но вдруг повезет и я доберусь сегодня уже в Бразилию в Бразилию в Бразилию в Бразилию